Доброе время суток! Подписчикам, гостям, друзьям моего канала Факио Декаты. Сегодня решила я снять небольшой ролик на тему «Магические предметы Ванга плюс». Почему? Нашла в интернете перечень предметов, о которых говорила Ванга и которые необходимы каждому простому человеку иметь в доме для привлечения счастья, благополучия, удачи и прочее. Но дело в том, что по классике список этот Ванги, он немного отличается от того, что я нашла. Поэтому хочу я сначала огласить список по классике, какие предметы называла Ванга. Потом добавлю то, что нашла в интернете и по ходу дела буду делать свои обобщения, свои соображения на этот счет. Вот посмотрите, какие предметы по Ванге. Это крест, свеча, колокольчики, платок или покрывало, березовый уголь, морские раковины или горный камень, линяное полотенце, библия, иконы, когор, медный ключ, хвойное дерево, топор, морская соль, святая вода, просфора, елей, пояс, гребень, дёготь, маниста и ковчег. И в интернете я нашла еще в этом списке такие предметы, как подкова, яблоко, мед, чеснок, булавка, валенки, посох, мыло, зеркало, мельница ветряная, шерстяные нитки, песочные часы, точила, янтарь, черный камень, рыбья чешуя вдруг и так далее и тому подобное. Дело в том, что перечень предметов этот, он, конечно, здесь осовременен, немного отредактирован каким-то образом, но я объясню в чем дело. Те предметы, о которых говорит Ванга, может иметь каждый деревенский сельский житель у себя дома. Городской житель не все это может иметь, но тем не менее это не значит, что нету каких-то других вариантов. Ну, что я могу сказать? Вот смотрите, крест, так? Крест, понятно, это центр дома, кресты носят нательные, распятия вообще вешают над изголовьем и так далее, но это понятно. Священник, когда приходит осветить дом, обязательно устанавливает какое-нибудь изображение креста над каждой дверью, бумажное обычно, в доме, в квартире. Теперь, что касается свечей. Вот Ванга говорит о том, что простой человек должен иметь 3, 7, 12 свечей, но количество свечей зависит, например, от проведения обрядов. Каждый обряд, каждый ритуал требует своего количества свечей. Я же хочу еще добавить следующее, что важно в процессе горения не только пламя огня, но и тело свечи. Свеча должна быть обязательно восковая, белая свеча, она обычно бывает парафиновая. Белых восковых свечей практически не бывает, они бывают просто очень светло-желтые. Но цвет свечи имеет очень большое значение. Смотрите, красный – это цвет страсти, любви. Потом зеленый – цвет здоровья и цвет благосостояния, денежный. Потом синий или синий-голубой. Ну, варианты цветов понятны, производные цветов. Так, синий-голубой связан с творчеством. Коричневый – с заработками, с работой. Черный – отгон злых духов и бесов. Ну, и там всякое магическое значение черного цвета очень важно. И так далее, и тому подобное. Дальше. Колокольчики. Я, например, добавлю еще не только колокольчик, скажу, скажу еще и ступка медная. То есть, это тоже очень важно для проведения обрядов, наличие этого предмета. Дальше. Платок или покрывало. Ну, каждую уважающую себя женщину в деревне обязательно должна иметь платок, покрывало. И пояс добавлю я. Причем не обязательно кожаный пояс, но пояс может быть из материала, но натурального. Все предметы должны быть натуральных материалов. Дальше. Березовый уголь. Его жгут для отгона злых духов. Морские раковины. Горный камень для привлечения удачи. Линяное полотенце. Я, например, добавлю еще можно и хлопковое, потому что важен материал. Натуральный. Линяное полотенце обычно заговаривает под Рождество, на счастье, на удачу и так далее. И держит дома. Так, Библия понятна. Еще добавлю Псалтырь. Псалтырь следует держать отдельно. Иконы. Каждый человек простой и глубоко верующий. Он может иметь дома до 33 икон. До 40 икон должен иметь мастер. Имеет право иметь. Больше, кажется, уже просто бессмысленно. Дальше. Когор. Или красное сухое вино. Обычно его используют при части, но и в обрядах тоже. Медный ключ. Ну, понятно, что. Медь – это металл магический. Что касается ключа, то ключ и замок могут держать дома для проведения определенных обрядов. Но, во-первых, в открытом виде. Во-вторых, не в спальне, не в гостиной, а где-то в прихожей. Или в гаражах. Или же в хозяйственной какой-то части. Так, теперь по поводу хвойного дерева. Повезло тем, кто живет рядом с хвойными деревьями. Но иногда могут принести хвою домой надолго. И много держать это дерево у себя нельзя. Магическое дерево, оно очень опасно. Топор. Он и есть топор. И в Африке топор. Так, морская соль. Добавлю еще. Четверговая соль. Вообще любая соль хозяйственная, крупная, которая есть. Ее надо иметь. Святая вода. Возможно, из храма, из церкви. Но можно светить самому, прочитав Треждоочина. И еще очень важно иметь колодезную воду, например, из колодца. Потом. Ну, из разных водоемов. Дождевую, кстати, воду тоже. В зависимости от назначения, проведения ритуала, обряда, молитв и так далее. Просфора. Просфора – это хлеб. Это церковный хлеб. И это богослужебный литургический хлеб, употребляемый в православии для таинства Евхаристии и для поминания во время Проскомедии живых и мертвых. Еще хлеб иногда заговаривают на спасу в день и кладут за икону на целый год, чтобы достаток был в доме. Гребень. Гребень на богатство держит, как говорила Ванга. Но гребень должен быть из дерева. И гребнем этим хорошо причёсываться, как это делают цыганки, при натуральном свете, при естественном свете утром, не при электрическом освещении. Дёготь – это вообще, так сказать, и медицинский препарат, и вообще очень важное тоже средство для проведения всяких обрядов. Теперь, что касается маниста. Сейчас маниста очень трудно, так сказать, добыть. Можно, конечно, заказать. Но настоящая маниста, она должна быть либо из золотых монет, серебряных монет. Одевали в деревнях в любой нации, в любом народе женщины одевали на голову раньше, на Кавказе на голову, и на шею тоже одевали. Но можно и не из-за драгоценных металлов, если трудно, но, во всяком случае, из монет. И, наконец, она говорит о ковчеге. Ковчег – это предмет, конечно, из дерева, и в него должны сложить все вот эти магические предметы, как говорила Ванга. Но, конечно, это очень сложно сделать. По той причине, что, ну, где в современной квартире, в современном доме поставить такой ковчег, где все это сложить. Я скажу другое. Я скажу, что все, что вы видите перед собой дома, от спальной комнаты через гостиную до кухни и до прихожей, все эти предметы, они могут быть использованы в магических процедурах. Но, если вы сварили суп в чугунном котелке, а потом хотите травы сжечь там или наоборот, это, конечно, недопустимо. То есть, все-таки все эти предметы должны иметь свое назначение и держаться в отдельном месте. Их можно держать в стенке, в шкафу, я не знаю, в комоде, где хотите, но пользоваться ими в повседневной жизни, конечно, нельзя. Нитки, повторяю, должны быть натуральные, шерстяные, хлопковые и разных цветов, но особенно важно иметь красные и черные нитки. По поводу подковы, что кузнецы, например, вешали подкову у входа в кузницу рожками вниз, чтобы богатство и благосостояние как бы изливалось на человека. А некоторые вешают рожками вверх для того, чтобы создать из нее как бы подобие чаши, куда собираются это богатство и благосостояние. Ну, что еще, да, вот иглы, например, забыли сказать. Иглы тоже бы я добавила на этот счет. Теперь, что касается таких продуктов, как яблоко, мед, чеснок, о хлебе уже говорила. Ну, конечно же, повторяю, все, чем пользуется человек в жизни, все эти предметы можно использовать в магических процедурах. Это закон магии, это понятно всем все. Теперь по поводу сахара еще хочу напомнить, что сахар хорошо брать на благовещение. Ну, кто имеет возможность мешок сахара взять, поставить, держать дома и по утрам, сказать, пить чай с сахаром сладкий или использовать каким-то образом, растянуть его на год, чтобы в течение года каждый день приносил удачу, счастье и благополучие. Что касается таких предметов, конечно, я с этим совершенно согласна. Булавка, добавлю иголки, как уже говорила. Ну, мыло, конечно же, и хозяйственное такое, и сякое. Ну, зеркала однозначно. Есть еще и всякие специальные зеркала, которые используют мастера, разумеется. Ну, что касается рыбьей чешуи, ну, еще можно писать там лягушка или шкуры змеи. Ну, это уже чисто для мастеров. Так, янтарь. Что касается янтаря. Янтарь – это прекрасный, это не камень, это застывшая смола. Миллионами лет она, так сказать, формировалась и превращалась в янтарь. Янтарь – это смола сосны. Но янтарь, особенно в Прибалтике и вообще в наших северных территориях, его используют женщины и носят как оберег от злых сил, от сглаза. Но помимо янтаря существует огромное количество камней. Все камни, драгоценные, полудрагоценные, поделочные, все травы, которые дает природа, все, что дает природа, все, даже простые камни, все они могут быть использованы в ритуалах практической магии. Держать это все простому человеку вовсе не обязательно дома. Самое элементарное он, конечно, должен держать. А все остальные предметы мастер уже может пойти и взять, купить, как это принято, согласно традициям, не беря сдачи, с карты и прочее, прочее, в определенные дни, женские, мужские и так далее и тому подобное. Это уже зависит от того, какой он будет проводить ритуал. Потому что на все случаи жизни рецептов, конечно, нет. Невозможно завалить дом всеми необходимыми предметами, в том числе и шкуры змеи. Думаю, открыть еще один плейлист новый на моем канале. Назову его «Практическая магия». Я надеюсь, понятно все объяснила. Я благодарю всех за внимание. Еще хотела бы я снять по цыганской магии несколько роликов. Если у меня получится, время будет сниму. Все, благодарю всех за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. До встречи! Субтитры сделал DimaTorzok